Приветствую вас Ирина. И вы знаете, что я вам хочу сказать. Ситуация ваша действительно непростая. Вот, действительно, ситуация ваша неоднозначная. Действительно, ситуация ваша достаточно серьёзная. Вот, но всё можно разрешить, всё можно поправить, всё можно скорректировать. Главное в этом всём, чего хотите вы. В первую очередь хочется сказать вам следующее, что вы не задаёте свой вопрос. То есть текст вы написали, а ситуацию вы свою изложили, а вопрос не задаёте. Что хотите от психолога? Что хотите получить по итогу? Какой ваш запрос во всей этой ситуации? В чём именно вам нужна обратная связь? То есть понимаете, ведь обратную связь можно дать очень мощную и по всем направлениям, не побоюсь этого слова. Вот. И от того, насколько вы качественно ответите на этот вопрос, да? Вот. Зависит эффективность вашей дальнейшей работы, да? Вот. Дальше. Дальше. Значит, отвечая на ваш вопрос, который вы задаёте, да? Почему мужчина с вами вёл себя так вот, а с другой женщиной ведёт себя по-другому? Можно ответить вам, что та, другая женщина и ставит, и ставила, скорее всего, себя совсем иначе. Вот. То есть вы поставили себя с мужчиной так, что он решил для себя допустимым с вами так обращаться. Вот. Вот. Вы позволили ему так с собой обращаться. И это очень важно для вас. То есть очень важно для вас, почему вы позволили мужчине так себя с собой вести. И ответ на этот вопрос кроется в том, что ещё до него у вас были отношения другого плана. Значит, где мужчина был женат, и вы с ним также были в отношениях. Ну, вот. С мужчиной вы были в отношениях. И здесь, конечно, нетрудно угадать, нетрудно увидеть здесь, скажем так, связь. Потому что в тех отношениях предыдущих вы себя, мягко говоря, не ценили, не ценили, да? Потому что, ну, считали для себя возможным находиться с человеком, который женат. То есть считали для себя возможным быть не единственной женщиной для мужчины. Вот. Ну и, соответственно, в этих отношениях ситуация, скорее всего, просто-напросто повторилась. Ну, то есть, по сути дела, вы просто принесли свою позицию, которая у вас была, да? В предыдущих отношениях на эти. Вот. То есть, вы же почему-то всё это терпели, вы же почему-то всё это, всё это, значит, ну, выносили. Вот. А дальше, дальше. Один из самых ключевых аспектов ситуации заключается в том, что вы говорите о начале ваших отношений как в сказке. Вот. То есть, есть некая наивность, есть некое желание воспринимать отношения как сказку, есть некоторая потребность, значит, верить больше своим, значит, чувствам, да, а не разуму. Вот. Есть некоторая потребность ориентироваться в большей степени на чувства, опять же, а не на разум. Вот. И, возможно, есть некая, знаете, ну, скажем так, поспешность в том, что вы делаете. Я, опять же, не говорю это со стопроцентной уверенностью, вот, но, тем не менее, да, это вот такой момент. Смотрите дальше. Значит, вы пишете, что он был идеальным. То есть, понимаете, вот эта вот идеальность человека, это по сути детское состояние. Детское состояние, детское желание, ну, скажем так, непрогнозируемая ситуация. То есть, то есть, идеальным может быть только тот человек, да, только тот человек, только такой человек, который затронул, например, ваша детская, ну, вашу детскую часть личности, ваше желание. Вот. То есть, вы, грубо говоря, с этим человеком хотели реализовать только свои детские желания. Возможно, возможно, судя по тому, что у вас был женатый мужчина, который был старше вас, возможно, речь идет о детской родительстве. В этих отношениях. То есть, возможно, вам нужен родитель. Вот. Хотя это, конечно, не точно и, может быть, может быть, я здесь и не прав, но, тем не менее, тем не менее, вполне это может быть, вот. Поэтому здесь нужно тщательно изучать и разбирать, чем именно мужчина вас привлек, как именно вы себя чувствовали с ним. Вот. Дальше. Он узнает, когда у нас начались отношения, я не закончила отношения с тем, кто был до него. Смотрите. Здесь ситуация следующая. Следующее. Во-первых, молодой человек, который был у вас до мужчины, да, вот этого. Он был женат. Он старше вас. И вы, не закончив с ним отношения, начали отношения с другим человеком. То есть, вы даже, по сути, не побыли одна. Хотя нужно побыть одной, чтобы прийти в себя, чтобы поприслушиваться к себе, чтобы понять, что вам нужно, чего вы хотите, например, да, вот. Но ничего этого вы не сделали. Опять же, почему, да, почему вы этого не сделали? Потому что у вас, вероятнее всего, были определенные желания. Определенные были, вероятнее всего, у вас потребности, которые вы хотели реализовать. Вот. И вы с радостью бросились к этому мужчине, который показал вам, что он может дать вам то, что вы хотите. Вопрос в том, что вы хотите. Вот. Ведь вы даже не проанализировали, подходите ли вы друг другу или нет в перспективе. Вот. Дальше, значит, спустя недели три от начала наших отношений, я встретил с ним и порвала отношения. Спустя три месяца он узнал все. Взломал и восстановил все переписки в сердцах, взял распечатки моих звонков на последние два года. Здесь тоже к вам возникает вопрос. Вот вы говорите, он узнал все. А вы ему не рассказывали о себе, о том, что до него у вас была жизнь? Вы не говорили ему о том, что до него вы встречались, там, с мужчинами, с мужчинами и так далее. Вот. Если не говорили, то возникает логичный вопрос. По какой причине? То есть, для него стало почему-то открытием, что вы с кем-то встречались. Но ведь если бы вы с ним были честны изначально, то он бы быстрее проявил себя, и у вас не было бы этих трех месяцев идеальных отношений, ну, по сути даже не идеальных отношений, а иллюзионных отношений. Так как, наверное, вы понимаете сейчас. Вот. Но, опять же, этого не произошло. И опять же, возникает вопрос. По какой причине этого не произошло? Причины должны быть. Причины есть. Вы скрыли от мужчины, правду. Вы до конца с ним честны не были. И у этого есть свои обоснования. Ну, вот. У вас, как я думаю, нужно эти обоснования вам увидеть. Нужно, чтобы вы увидели свои мотивы такого поведения. Да? Я вас сейчас не обвиняю. Я не хочу вас обвинять. Я указываю вам на те вещи, которые изначально не позволили вашим отношениям устраиваться по принципу близости. То есть вы, грубо говоря, не видели своего мужчину изначально таким, какой он есть. Вы его не видели. А он не видел, получается, вас. Такой, какая есть вы. И именно поэтому, именно поэтому у нас и возникли такие трудности. Вот. Потому что вы изначально друг друга не воспринимали, не понимали даже и не видели настоящего. Вот. А это значит, что это была всего лишь игра. То есть вы просто играли в близость, вы просто играли в отношениях. Вот. И сами отношения, как таковые, не строили. И опять же, и опять же, я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы увидели, чтобы вы увидели, как бы это сказать, чтобы вы увидели корень проблемы. Вот. Чтобы вы увидели, что вас задело вот то, что произошло, да, вас задело не случайно. Это закономерно. Ну потому что, низкая, заниженная самооценка, да, отсутствие личных границ. Вот. У вас, значит, если возможно, страх одиночества, как я думаю, потому что вы одна, по сути, не были, да. Так ведут себя люди, которые, которые боятся, боятся одиночества, как правило, как правило. Вот. Ну и, вероятно, особый пунктик у вас, значит, на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вот. Если у вас что-то мне подсказывает, да, есть у вас и такой пунктик, вот. То есть, вероятно, для вас это важно, вот. Ну, то есть, для вас важно определенный тип отношений с мужчинами, вот. Вы через это себя, по-видимому, как-то, как-то реализуете, вот. Ну, то есть, здесь нужно ситуацию рассматривать подробно. Подробно. Дальше. Значит, так. Он сломал и установил все приписки в соцсетях, да, распечатки моих два года, последние два года. Вот, смотрите. Вы ему здесь позволяете так себя нести, да, по сути? Вы ему позволяете так себя нести. Вопрос. Для чего? Вы ему позволяете так себя нести. Для чего? Почему вы ему позволяете так себя нести? Ради чего? Ведь очевидно, совершенно очевидно, что вам в этой ситуации тоже что-то нужно. Вы хотите чего-то, вот. Свои желания, свои желания, вы, видимо, не осознаете, ну, не отдаете себе отсчет в своих желаниях. И отсюда возникают трудности, вот. Если бы вы в этой ситуации чётко сказали бы, например, и ему, и себе, что нет, я не дам, не позволю влезать в мою личную жизнь, вот так, как это делаешь ты, что, возможно, всё было бы по-другому. Вот. И, скорее всего, так поступает та женщина, другая, с которой он сейчас. Знаете, важно не то, что вы делаете, а важно то, как вы к этому относитесь. Мне почему-то кажется, что вы воспринимаете, ну, или воспринимали то, что делали, да, то есть, вот, ну, факт встречи с мужчиной, да, вот. Вы воспринимали как что-то обязательно негативное, что-то незаконное, что-то такое, чего не должно быть. То есть, вы, грубо говоря, чувствовали себя виноваты. Всё это, вот, всё то, что, всё то, что вы делали и делаете, делаете с ним, да, всё это, это, по сути, чувство вины. Вот. Ну, ваше чувство вины и всё это делает мужчина, всё это делает мужчина, он чувствует вашу вину, он чувствует, что вы виноваты, вот. И просто-напросто ведёт себя так, как вы, ну, как вы запрашиваете. То есть, грубо говоря, грубо говоря, он отражает ваш запрос на отношение к себе, грубо говоря. То есть, вот, как вы подсознательно хотели бы, чтобы к вам относились, как вы считаете, к вам можно относиться. Вот. Потому что, ну, ещё раз повторяю, да, совершенно не просто так, совершенно не просто так, вы позволили ему нарушить, значит, значит, свои личные границы. Совершенно не просто так. Вот. Знаете, за этим что-то стоит. За этим есть какие-то основания. Вы можете, вы можете сказать, ну, я хотелось, чтобы, чтобы он мне, там, доверял, например, я хотелось, чтобы он, там, мне верил и так далее. Понимаете? Понимаете, в чём дело? Доверие – это штука безусловная. То есть, она либо есть, либо её нет. Доверие. Доверие не связано с человеком, то есть, не связано с тем, кому доверяют. Доверие. Доверие не связано с тем, кто доверяет. Если человек не готов доверять, а ваш молодой человек, ваш мужчина не был готов доверять, да? Вот. Что, что бы вы ни делали, он вам доверять не будет. Что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались ситуацию подкорректировать, исправить и так далее. Он вам не смог бы доверять, потому что проблема в нём, в его неуверенности, в том, что он сравнивает себя с другими мужчинами. То, что он чувствует себя, ну, я не знаю, оскорблённым в этой ситуации. Понимаете? И он этим наслаждается. Дальше идём. Так. Вы пишите. Запрет всех соцсетей. Скандалы, крики, оскорбления. Я все надеялось, что наладится. Как? Когда в дело уже пошли оскорбления, да? Уже пошли запреты. Вы опять же это позволили. Знаете, какая история? Вы опять же это позволили. Вы позволили мужчине так к себе относиться. Вот. И весь вопрос заключается в том, опять же, почему. Да? Вот. Было ли это у вас продиктовано вашими желаниями? Было ли у вас это продиктовано вашей потребностью в чём-то? Либо это было продиктовано страхами какими-то? Или чем-то ещё? Вот. То, что нужно разбираться. Вам. И началось это ещё до этого мужчины. Началось это ещё до встречи с ним. Началось это, я так думаю, ещё и до встречи с женатой мужчиной. Потому что, потому что такие вещи происходят не случайно. Вот. Знаете, но вы в этом себе отсчёта, да? Не отдавали. И не отдаете до сих пор, видимо. Я наивно полагаю, что это какая-то случайность, какая-то вообще параллельная реальность, к которой вы отношения никакого не имеете. То есть ключевой аспект, что от вас ничего не зависит. Что вы можете только надеяться. Вы можете только надеяться на то, что вы наладите. Но при этом вопрос, что вы сделали, чтобы всё наладилось. Какую вы создали мотивацию у человека для того, чтобы всё наладилось? И, собственно говоря, создавали ли вы её? Ну вот зачем человеку что-либо менять, если вы считаете себя виноватой и признаёте, как бы по сути, что, ну вот, что то, что он делает, да, это, по сути, правильно. Правильно. Вот. Зачем человеку что-либо менять? Для чего человеку что-либо менять? Понимаете? Вот. То есть, тут возникает вопрос, связанный именно с тем, именно с тем, насколько обусловлены ваши надежды. Вот. Дальше. Так. Значит. Ни дня, чтобы он не поминал. Нет. Помимо этого, всех диалогов с подругами, которые он также прочитал, узнал о двух моих бывших мужчинах, которые были за три года до знакомства с ним, и всё. Каждый день одни и те же темы. Измена. Измена по кругу. Какая ошибка. Ну, опять же, вы все это позволяли. Понимаете? Опять же, это, вот сейчас, это игра, в, эм, как бы ужас, и всё из-за него. Всё из-за тебя. Можете почитать про эту игру? Вот. Он меня обил, скручил, орал пытал, душил, вес от тебя, сознание терял. Ну, опять же, это всё из-за тебя. И какой ужас. То есть, то, та игра, в которую вы сейчас играете. Ну, вот. Потому что, вот тут вы жалуетесь на него, да? Отвечать надо чётко, не ответила она в голову. То есть, это вот, опять же, это, в этом всё вы. В этом всё вы, вы это всё видели, вы это всё позволяли. Вопрос для чего? Да? Ну, вот. Я думаю, с того, что не хотите брать личную ответственность. Вот. На себя. А, вот. Ну, и вы бесите. Далее я решил от него уйти. Он, он умолял, просил прощения. Я просил, просил. А, вот тоже, момент. Да? Вы просили. Да. Опять же, почему? Ну, вы серьёзно думали, что он изменится? Вы серьёзно думали, что он поменяется? Да? Я, честно, не верю в то, что вы, ну, такая наивная. Вот. Вот. Не верю. Не верю я в то, что вы такая наивная. Тут, ээээ... Варианты такие, что, либо вы знали, что он не изменится и сознательно на это шли. Надеюсь, просто, что будет, ну, тоже самое, но просто чуть-чуть поменьше. Либо вы вообще не прогнозируете то, что с вами происходит. Дальше опять игра, значит, что из-за тебя и какой ужас. И, собственно, здесь треугольник Карпмана. Вы жертва, он преследователь, вы жертва. Обязательно, почитайте про треугольник Карпмана, я полагаю, что вам это тоже будет полезно. Вот, ну и нельзя не отметить его садистские наклонности, да, садистические наклонности. Причем в строго психологическом смысле слова садистические наклонности проявляются тогда, когда человек проявляет жестокость к другим и за счет обратной связи жертвы проживает свои чувства. Вот, а именно физические наклонности с вашей стороны, когда вы считаете, что лучше уж бьет ругать, чем вообще ничего. Ну, опять же, отношение с женатым мужчиной и с двумя мужчинами за три года до этого, как бы намекаю, намекаю, намекаю. Вот, и так мы жили полтора года. Ну, опять же, вы, это не мы жили, это я жила, я позволяла. То есть, представьте, говорите мы, говорите больше я, да. Вот, так, последние полгода просидел дома, мне присутствовали с собой, и она вот так, это опять, игра все из-за тебя, вот, и какой ужас. Это вот ваши любимые игры. Последний месяц мне выговаривалось, так, ну да, пять, вот это вот я стал выглядеть как сорокалетняя, это какой ужас, ну вот. А он поднялся за счет вас, потому что вы позволяли ему чувствовать себя так, как он хотел. Вот, за счет вас он поднялся, да. Я не выдержала и ушла, было трудно. В чем? В чем была трудность? Он быстро нашел другую, ушел, у меня отключился инфаркт, микроинсульт в голове, инфаркт. Из-за чего? Вот, вы ушли. А человек, от человека, который, по сути, не давал вам жить, это стоило вам от него уйти и вас уйти от микроинсульт. Почему? В чем трудность? Да? Вы в нем нуждаетесь? Он решил вернуться, говорит к нему плохо, как другую не хочет. И я пошла к нему, как кролик за ударом. А вот, сознательность, осознанность, да, вы пишите, пошла к нему, как кролик за ударом. И опять вы начинаете говорить, спустя час он уже копался на моем телефоне и так далее. То есть это по сути, да, это опять же игра, в которую вы играете. Все из-за тебя. Да? То есть вот он опять, как там, копается в моем телефоне. Но, мог бы, мог бы не копаться, если бы вы не позволили ему. Вот, значит, параллельный билл, да, тот, кто общался с мужчинами. Но опять вы позволяете, да? Опять вот это все. Одесса была порвана, так, мама вытащила меня оттуда, значит, я в истерике. Ну, то есть это вот мама, да? Вы истерик и вы жертва. На нас не за что ответственность вы не будете. Это в 30 лет. Эм, да, меня, опять, меня отправили на море. То есть от вас опять ничего не зависит, да? Вот. Ага, я не могу отойти и поверить в то, что было. Во что именно вы не можете поверить? Как так со мной был чудовищем, а с ней, с ней любящими, а как заботливыми? Я ответил на ваши вопросы. Меня бил и оскорблял так, что не придумать даже. Эм, так. А вот я не понял, вы жалуетесь на него или что? У меня не осталось друзей, работаю в лечении. Я остался в стране и недавно опять инфаркт. А делайте, что со всем этим вы хотите? Ирина. Будем ненавидеть мужчин, обвинять мужчин в том, что они такие вот используют вас, обижают, уничижают. Будем, значит, погружаться в боль, в негатив, в депрессию, да? Вот. Или все-таки возьмем и проанализируем всю вашу жизнь, начиная с детских лет, начиная с отношений, значит, с родителями. Все, в частности, с мамой, да? Вот. Простроим вашу систему ценностей, простроим ваши личные границы. Научимся прислушивать к себе, отделять настоящее чувство от чувств навязанных. Да, разберемся с потребностной сферой вашей. Что вы хотите с этим делать? Понимаете, тот факт, что вы не задаете вопросов, ну вот, да, вы не задаете вопросов, наводит меня на мысль о том, что вы свою проблему решать не хотите. Вы не готовы решать вот свою проблему. И для вас, вот, то, что происходит, да, сейчас. Для вас, то, как все происходит сейчас, это, по сути, то, что вы и хотели, по итогу, видимо. Ну вот, как я думал, то есть, для вас это некая такая идеальная ситуация, идеальная история, когда от вас абсолютно ничего не зависит. Вот сейчас от вас ничего не зависит. Совершенно. И вы только говорите, что у меня не осталось ничего, да, у меня не осталось там никаких, значит, вообще друзей, у меня не осталось никаких увлечений, у меня не осталось ничего. Вот. Это понятно, что я не осталось. И вопрос не в том, почему это все, да, вот вы говорите, вы спрашиваете, не могу поверить в то, что было. Вы не можете поверить в реальность. Знаете, вы не мыслите взрослым, не мыслите аналитическим, а мыслите, скорее всего, либо детским, либо родительским, ну, скорее всего, детским. Как так, вы спрашиваете, за мной был чудовище, да, а другой любящий. Вы спрашиваете так, как будто от вас ничего не зависит. Понимаете? Но на самом деле зависимость прямая. На самом деле зависимость прямая от того, как вы себя ведете и как вы себя ставите к тому, какая обратная связь. У, ну, вот, у мужчины, да, к вам. Но опять же, вопрос, готовы ли вы к тому, чтобы взять на себя личную ответственность за то, что происходит. В частности, в частности, с вами, например. Ведь сейчас, на данный момент, ни о какой личной ответственности, да, речи не идет. О себе, о себе, именно о себе, сейчас, вы не говорите. Вы говорите о нем, сравниваете себя с другой, да. Но вы даже не задаетесь вопросом, а почему я пошла, как кролик, куда, куда, что произошло? Ну, я же, я же не дура, да, я же не дура, я же контролирую свои действия, контролирую свое поведение. Вот. Так, а почему так? А вы не задаете этот вопрос? Себе, себе. Вы не спрашиваете это. И это важно. Вот, обратите внимание на себя, да. Обратите внимание на себя. А как только, как только вы почувствуете возможность, перспективу контроля, Ситуация сразу изменится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.